крипто салют всем кто интересуется миром крипты и желает получить больше интересной и полезной информации о нем наш канал криптомыло предоставит вам самую интересную необходимую информацию обо всем что касается крипты наверное все слышали об произведениях искусства коллекционных антикварных вещах продающихся за баснословные деньги на аукционах а наукционных торгах об этом часто рассказывается в новостях но возможно для кого-то станет откровением что данные предметы являются одним из видов финансовых активов для инвесторов которые вкладываются огромные деньги в данном сегменте экономики вращаются миллиарды долларов как видно на рисунке коллекционным вещам относятся автомобили коллекционные вина монеты ювелирные украшения произведения искусства марки драгоценные камни и раритетные часы основной проблемой данного рынка является то что нет какого-то единого реестра где бы каждый уникальный предмет который есть на рынке и вся его из и вся его история владения был бы внесен в единую базу а для рынка произведений искусств и коллекционных предметов это очень нужная необходимая вещь существенно облегчившая бы жизнь коллекционеров инвесторов продавцов аукционных домов и деятелей искусства именно эту проблему призван решить проект про который я сегодня расскажу в данном обзоре название данного проекта кодекс протокол разработчики данного айсел проекта хотят решить вышеуказанную проблему и разрабатывает инфраструктуру которая упростит деятельность людей занимающихся искусством их коллекционированием и создаст децентрализованный реестр наименований произведений искусств и коллекционных раритетов данный реестр будет поддерживаться мощным консорциумом компаний известных экспертов данной области как вы видите в данный консорциум будут входить компания lofty auction mobility live auctioneers все три компания имеет непосредственное отношение к торговле произведениями искусства коллекционными вещами и как указано на сайте охватывают более 5000 аукционных домов занимающихся данной деятельностью ежегодно через данные компании проходит больше 10 миллионов предметов и общий оборот в год составляет более 6 миллиардов долларов у данного проекта есть уже ранние инвесторы очень очень серьезные три ранних инвестора как вы видите это компания bsmr venture partners одна из старейших венчурных компаний америки и также два инвестиции две инвестиционные компании фиджи лэпс и пантера и наличие таких крупных инвесторов в данном проекте указывает на то что крупные инвестиционные компании что-то увидели в данном проекте интересного для себя вернусь немножко еще как идея самого проекта кодекс протокол будет действовать как безопасная хранилище данных о происхождении тех или иных произведений искусства и коллекционных вещей давая уверенность коллекционерам приобретенных ими вещах платформа будет существовать как отраслевой специализированный протокол и даст возможность создавать на нем различные децентрализованные приложения сами разработчики уже разработали два предложения бедэбл и силэбл я расскажу о них немножко позже кроме того кодекс протокола есть еще одна цель произведение искусство коллекционные вещи является сами по себе как я уже говорил ранее финансовыми активами и многие люди люди вкладываются в них точно так же как золото акции или другие какие-либо активы с целью диверсифицировать свой инвестиционный портфель и платформа разработанная разрабатываемая на кодекс протоколе поможет данным инвесторам так как на ее основе будут разработан реестр прав на коллекционные вещи которого ранее никогда не было в отличие от любого другого класса активов главный реестр прав для предметов искусства коллекционирования не существует сотрудничество энтузиастов и экспертов в области искусства направлено на то чтобы кодекс протокол был интегрирован большую систему из 5000 аукционных домов главная основная цель данного проекта стать отраслевым стандартом именно в данной нише пример ну если своими словами сказать в целом это будет работать так например какой-либо художник нарисовал картину продал ее коллекционеру тот свою очередь выставил ее на аукцион аукцион нашел покупателя и в свою очередь тоже продал ее в конце концов ею заинтересовался последний покупатель и вот он заинтересованное лицо может обратиться к кодексу и найти подтверждение записи о собственности на данный предмет и тем самым получить определенные гарантии что он покупает у действительного владельца именно ту вещь которую он хочет у проекта пока что готовый проект готовый продукт находится в стадии разработки как я говорил выше разработаны два децентрализованных приложения бедэбл приложение предназначено для проведения аукционов целое был приложение предназначенное для коллекционеров кроме того перспективе как видно на картинке предусматривается разработка еще необходимых приложений которые будут разработаны немного попозже команда данного проекта состоит из шести человек и шести адвайзеров основатель данного проекта марк лори как мы видим он закончил гарвардскую школу бизнеса опыт работы опыт его предыдущей работы напрямую касается того бизнеса в котором он сейчас разрабатывает проект мы видим что он работал в аукцион мобайлите лофти фиджи лэпс это все компании это все эти компании с тем или иным образом связаны с торговлей коллекционными вещами и произведениями искусства софаундером проекта является джест джесс холгрейв которая кончила оксфордский университет кроме того кроме того она окончила школу искусств соцби соцби как вы слышали наверно это один из самых старых и известных аукционных домов европы третьим софаундером проекта является джон форест он отвечает за техническую реализацию проекта как мы видим он работал в компании microsoft кроме того он работает преподавателем в южном методистском университете у данного проекта очень сильные адвайзеры в первую очередь это брук хэзлтон брук хэзлтон является американским филиалом аукционного дома кристи то есть он имеет прямой непосредственное отношение к торговле и проведению аукционов предметами искусств и коллекционными вещами кроме того советниками данного проекта является джой крак софаундер проекта augur и сопредседатель инвестиционного фонда пантера кроме того советником данного проекта является фабрис гвинда софаундер известного ресурса ол икс а также инвестор который свое время инвестировал в юбер аренды алибаба еще одним советником проекта является надерал на джи основатель известного стейбл коина бейскоин и еще два советника как видно на сайте проекта проекта активно участвует в различных конференциях где знакомит аудитория общественность со своим проектом кроме того имеется много публикации о данном проекте в прессе как общий для крипты прессе так и в специализированной пока что какой-либо информации о самой организации и силу я ее структуре на сайте нет данный проект пока что находится на начальной стадии поэтому какой-либо информации о селе и условиях проведения датах пока что нет на данном канале у проекта есть социальные странички в твиттере фейсбуке и linkedin но пока что на них особой активности нет то есть насколько бывает понятно проект какой-то особому продвижению маркетинговому еще не приступил пока что из имеющейся информации можно сказать что проект довольно таки интересный но впоследствии при появлении дополнительной информации можно будет уже сказать однозначно стоит входить в данный проект или нет на стадии краудсейла пока что мое субъективное мнение лично для меня этот проект интересен ну в общем все что я хотел рассказать о данном проекте если видео было интересным и полезным для вас ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал также подписывайтесь на нашу еженедельную новостную рассылку в которой мы будем предоставлять наиболее ценную интересную информацию с криптом мира ссылка под роликом а также подписывайтесь на наш новостной телеграм канал ну и на этом все пока пока всем криптоудачи и 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